вот смотрите я сейчас аскетику для мирян смотрю сергей михайловича масленникова город екатеринбург вот у него лекции проходят для оглашения знаете да вот я его сейчас вот смотрю тоже на 7 части остановился вот и у меня еще вопрос мне вот смотрите просворы две далее просворы две далее но я вот не знаю что с ними делать раздребли их мелко ножом и помаленьку перед едой бери одну вот такими где-нибудь как поменьше ноготка сделай это освещенные хлебцы они очень полезны и они вот видите что они запресневели у меня уже ну вот и сделай так изрежь и просуши и как за стол садишься обедать завтраков и ужинать по одной будешь брать кусочку ну все понял и вот это я тут тоже сейчас сходил эти купил себе свечки на базаре купил себе покупать там в кроме шаме и показать надо узнать где свечи чисто восковые только такие брать вот у меня тут это у нас один мужичок такой парень приезжает у них одна единственная в области пасека большая ну покажи его покажи покажи свечи свечи сейчас покажу потому что я вот тоже вот ну аня похоже на восковые у тебя да я думаю пасеку держит зачем бы на какую-то пакость сделал бы я думаю это хорошие свечи вот вот тоже я вот так думаю тоже потому что если покупать в храме они там это из этого какого он мне сказал из парафина половина парафин сырозин то всякая пакость потому что он мне сказал это какого там лучше не надо и я чё подумал то я лучше куплю эти у него буду покупать у него тут визитка есть вот все я сейчас посмотрю насчет игнати тихонович этих визиток я тоже у себя то спрашивал мне сказали ты сюда первый раз пришел с таким вопросом за 20 лет вот где ну там фотографии в паспорт делают сказать я такое не делаю это дело только в областном городе и кто занимается этим уже 50 лет фотографиями у них можно там посмотреть нет это в типографии надо вот у нас там есть типографии я вот думаю съездить как-нибудь туда но это чуть я думаю чуть попозже чуть попозже будет в мае может я сейчас посмотрю как с работы на счет и сразу вот может на вахту поеду потому что лучше я вахту съезжу поработаю какая насчет чего да на насчет работы мы тогда сами говорили что воскресенье буду работать не так какая вахта разнорабочим я по профессии сварщик моя сварщиком не хочу работать понять это очень трудно это он после работы приходить а это лучше вот сразу приходить на занятие чтобы у тебя все нормально было понятно понятно да вот и вот это чё я вот еще что хотел насчет новых заветов у меня что-то вот я отправили мы это письмо то что мне николай астахов прислал не знаю чё-то не приходит дня 2 на 3 или что-то меня с почтой до кого вы деньги то им дали на пересылку нет еще они должны были позвонить ну вот позвонят и за вы деньги перешлете сколько надо вам сразу закажи сколько думаешь заказать я думаю я 50 штук заказал и для начала 50 до я думаю хватит мне пока в этом так мало вы не один еще с кем-то разговаривать и кто-то помогать будет бери сотю хотя бы все тут возиться то я тоже думал в принципе если мы созвонимся ему тогда скажу ну давайте сотню добрые люди оплачивают вам только только почтовые расходы это вообще милость божья я так я вот еще хочу тоже с батюшкой спросить ну как вообще в оглашении у него кто-нибудь стоял за всю жизнь вообще в церкви хочу него такой вопрос просить какой какой вопрос повторите а насчет оглашение у него вообще кого-нибудь оглашал потому что мне интересно стало вот я тут один такой стою в церкви все мимо ходит меня бегаю туда-сюда вот тоже него такой вопрос хочу задать у нас тут тоже какой-то мощи кого-то тоже хотят привезти александра митрополита что ли вот с 15 по 19 там будет у нас мощи цветово привезут это уже готовьте сами считайте слово божие готовьтесь и господь укажет все остальное нас нету нету тут ничего не сделаешь они не хотят работать священники никак вот я мне я вот тоже с кем разговариваю сейчас вот меня вот мужики тоже звонят они пьют они говорят мы пьем чё нам делать чтобы бросить анголин читайте евангелие старцы божьи не попадете алкоши алкоголики они в старстве божьи не попадут смотри чтобы тебя не тронули там как не нет я с ними работал город у нас маленький все друг друга знают здесь вот чем дело а сколько вас городе ну тысяч может 79 живет тысяч да как какой город это село большое ну знаете как идет в город поселкового типа маленький город 7000 это кого для города тогда же село у нас видите что у нас тут этот и в грязь он обеспечивает по городу пол россия москву владимир вот здесь вот я еще что хотел спросить игнат тихонович а в ивановской области кто-нибудь тоже с вами общается вообще откуда с ивановской области с ивановской нет никого я не знаю это надо спросить вячеслава он там держит руку на пульте управления потому что мне вот интересно потому что я с комсомольского района может кто рядом есть ну вот у него спросить а вы начинаете работать евангелие сдавать ему кружок образуете и у вас будут свои люди к вам будут другие приходить по воскресеньям занимайтесь словом божьим у вас какие книги есть уже у меня а меня вот только это к истинному православию и 3 эти нового завета вам больше ничего не надо вы можете свободно вести занятия на спокойно людей приглашайте где собирать у кого-то на дому чужих только не принимают а по крадут тебя я учил вот у меня видите что я не знаю хочу пределу только к еретикам с них начать говорить чтобы они поняли о чем не пока не надо пока сами не закрепить крещение не примете не ходите к ним так можно рассказывать им да вести вот так то православие вы силой обречетесь в крещении господь даст вам тогда силу такую пока не надо занимайся собой свободное время зря не трать никуда считай слово божье конспектируй с кем-то беседу и говори а к еретикам они писания знают они тебя задолбят даже попозже надо даже делать не шагите скажет икон это идолы и все эти ты потеряны будешь вот насчет евангелия у меня вот с другом он говорит давай я буду ходить с тобой их раздавать конечно хорошо он не курил товарищ товарищ не надо не не общайся не общайся скажи ему и отойди пока скажи не бросишь курить и разговора не будет ну тут просто маленько оцени себя что верно с неверным тьмы со светом он себя травит и других травят уста курящего демонская кадильница ян штатский это черт влад она положила машет им вот что такое рот его слушайте я вот тут с армянкой ты говорил это тоже у нас армянка тут приехала с детьми ты когда ходила церковь я вам рассказывал она мне сказала что у них в церкви вообще не продают я у него спрашивал уже второй раз черт но это реально что ли у них не продают там не знаю надо узнать посмотреть может быть и правда потому что она сказала это у нас нельзя это плохо конечно плохо это бесчестье господь выгнал торгашей ты когда когда покупала свечка она говорил вы мне деньги положите это вниз на тумбочку они то бабки из такие смотрят продают на нее смотрит как на эту хочу вам почему-то не берешь то а у нас нельзя это плохо грязь нельзя у нас запрещено они такие ничего себе это что такая секта что ликона в какой вот я а я стою прямо рядом вот они продают прямо стою рядом с ним славка у нас там в церкви лавка беда вообще народ мертвый у меня вот интересно у батюшки спросить вообще там за сколько за вообще за 20 лет за 10 лет хоть кто-нибудь в оглашении там вообще в храме стоял вы на глаза батюшки не лезьте его худо вам будет он объявит вас и вообще в храм пускать не будет вы дома занимайтесь занимайтесь все что нужно здесь зайдите к вячеславу и скажите к когда сейчас тут занятия соглашенными то в нашем ресурсе будь а я и буду ну я на занятиях я сижу там слушаю записывай сюда не просто сиди записывай при употребляет на практике кому-то рассказать неси благую вещь чтобы семя твое приносило плод семя божественная манами найти тихо нынче давать если что будет позвоню ладно давай ищи разговаривай во славу божию в день больше разу не заходи хотя в три дня один раз а то я все время заняты с богом да я раз в неделю до